приветствую вас давайте разберем ваш вопрос который вы задаете мне кажется что сейчас вы находитесь немножко не в том состоянии когда в отношениях можно себя вести как-то как-то так как вы говорите да потому что мне кажется что вы не являетесь собой сейчас в отношениях когда вы находитесь мне кажется вы не являетесь собой потому что общий фон да общий фон у вас он очень тяжелый ну в честности вы мужчин воспринимаете как способ такой отвлечься от как вы говорите кошмара вот так вот даже чувствуется что этот способ и из-за этого вы не можете собирая любят потому что люди ощущают если ну если к ним относятся с определенным контекстом вот поэтому если вы хотите от человека что-то получить то человек это чувствует и интуитивно ведет себя даже не всегда основывая ведет себя именно так как если бы вы хотели от него что-то получить а он в свою очередь набивает собственно цен то есть если человек чувствует что вам от него что-то нужно то он будет да я так Bravo кучиться bewести себя в свой адрес вообще как бы вот поэтому идея здесь моя в принципе така что вам нужно вот в целом в свою жизнь бы привести в порядок вот вам нужно в целом научиться научиться как мне кажется себя слышать вот Вот, вам, мне кажется, глобально нужно решить проблему своей тревожности и проблему ощущения себя какой-то не такой. Вот, и уже, как я думаю, после этого вы сможете достаточно хорошо и спокойно устраивать отношения с, ну, с мужчинами, вот, потому что сейчас они от вас двигают, потому что вы, ну, может быть, даже, ну, пугаете их в какую-то степень, да, потому что ваш настрой, он, как бы, ощущается, да, вот, ну, такой, такой вот момент достаточно важный, как мне кажется. А вот, дальше, вы задаете свой вопрос, вопрос ваш, он звучит так, Зачем этот випендреж? А, знаете, вот тут по поводу випендрежа, что я могу сказать вам. С одной стороны, с одной стороны, с одной стороны, конечно, действительно, випендреж, это далеко не всегда хорошо. Это, ну, нормально, это понятно, это понятно. Вот, ну, с другой стороны, с другой стороны, вопрос, что вы чувствуете. То есть, ну, если вам что-то не понравилось, если вам что-то было неприятно, то разве стоило этим пренебрегать? Мне кажется, нет. Следующий момент, вот, то, что вы пишете по поводу того, что вам хочется ласки и любви. Вы знаете, с одной стороны, ничего плохого в том, что вам хочется ласки и любви, нет. Это нормально. Но, с другой стороны, почему только от мужчин? То есть, на ласку, любовь, мне кажется, теплоту и нежность можно получить разными способами. Но, почему только от мужчин? Вот. Ласка какая штука. То есть, я не могу избавиться от ощущения, да, что в одной стране вы довольно слабо чувствуете себя в отношениях. Ну, вообще. Вот. Я не могу избавиться от этого чувства, что вы себя слабо ощущаете, да, что вы себя слабо чувствуете в отношениях, где вы, где другой человек. С другой стороны, вам сейчас особо человеку нечего дать, потому что, ну, у вас сложная, сложная жизненная ситуация. Вот. И вы, кто вот не готовый, ну, не готовый человеку что-то да что-то давать, да, вот, вы наоборот нуждаетесь в том, чтобы что-то получить от него. Вот. А, вот. Как бы, как бы просить об этом и выражать свою потребность так, чтобы вас и слышали. Ну, вот. И отстаивать эту потребность. Что вот еще важнее, что еще важно. Ну, вот. Вы как будто бы не можете. Об этом у вас это не получается. Вот. Вот, и мне кажется, мне кажется, что это, вот это вот, ну, это ключевые проблемы здесь, и знаете, ну, из детства отношения, то есть то, что вы видите проблемы в детстве, это, мне кажется, довольно такой стереотип, я, в том числе мой подход, придерживаюсь того мнения, что живет это вы здесь, живет это вы сейчас, и можно корректировать то, что вас волнует, и то, что объясняет вам дискомфорт сейчас, без векопания в копаниях в прошлом, без, ну, без обязательного исследования прошлого и так далее. Вот, поэтому, мне кажется, что здесь, напротив, есть такая, такая, ну, может быть, неприятная тенденция, когда вы можете перекладывать ответственность на, ну, допустим, своих родителей, например, например, вот, вы можете перекладывать ответственность нахладителей, вот, но сами при этом, да, как бы, себя эту самую ответственность, как бы, снимая. Мне кажется, что эта позиция тоже может быть довольно-таки опасна, поэтому не стоит, на мой взгляд, искать проблемы в детстве. Вот, так вот, так вот, стереноправлено прям. Вот, ну, как бы, что-то, конечно, может быть и в детстве, но, в основном, в стране, все равно, как бы, в основном, это вы, вы, то, что вы, то, что вы делаете, вот, так что, здесь очень важно, как бы, вам, во-первых, определиться с тем, что вы хотите, чтобы мы сделали, то есть, в чем вы хотите помощи для себя конкретно, конкретно, в чем вы хотите, чтобы вы помогли, что вы хотите себе подкорректировать, подкорректировать. Вот, и так далее, то есть, чего вы хотите, чтобы парни от вас не избегали, не избегали. Ну, и чтобы от вас не избегали парни, я думаю, нужно вам разобраться в себе и демонстрировать, выращать то, что с вами действительно происходит, понимаете? Вот, и обработать свои тревоги, с теми мыслями, с теми невербальными посылами, которые вы совершили, сами того не желая, может быть. Транслируйте людям, мужчинам и так далее, потому что люди избегают не от вашей внешности и люди избегают не от ваших слов, люди избегают от поведения и от тех сообщений, которые вы посылаете им. Поэтому, я думаю, как-то так, примерно, я бы мог вам ответить на ваш вопрос. Вот, есть некоторая противоречия, да, то есть, вот вы пишете, что парень, по моим ощущениям, хотел мной воспользоваться. Вот, я, значит, отказалась, теперь я об этом жалею, вот, что отказалась к нему ехать, потому что, типа, ничего не получу. Да? То есть, вот ощущаете, как вы остро нуждаетесь именно, вот, в чем в мужчинах. А при этом вы транслируете позицию, ну, явно такую тревожную, явно такую очень обесценивающую себя, что сама по себе я ничего не знаю. Ну, например. Ага, еще важный момент, это то, чтобы говорить, вот, что, ну, что ставится сюда, как бы, выше. Да, зачем, зачем, типа, я это делаю, зачем я ставлю себя выше. Вот, это, ну, такой аспект, опять же, он двояркий, ну, там, я ничего не вижу плохого в доме, чтобы ставить себя выше других. Да, ставьте себя выше настолько, насколько хотите. Вот. Вопрос в другом, насколько вы в этом состоянии, в состоянии, как, в каком, ну, какой вы себя ставите, комфорт. То есть чувствуете ли вы, что вы в этот момент вы являетесь собой или нет? Понимаете? Вот. Если вы чувствуете себя хорошо в этом состоянии, если вы наслаждаетесь этим состоянием, вот, то и другой человек, который с вами будет общаться, он будет видеть это и также испытывает наслаждение. Вот. Ну, или, по крайней мере, вы будете вызывать восхищение. По крайней мере, вы будете вызывать восхищение. Вот. Потому что, ну, будет чувствоваться просто, что вы получаете удовольствие от того, кем, ну, как вы себя ведете, как вы себя чувствуете и так далее. Вот. А если вы это делаете через силу, условно говоря, да, если вы это делаете через силу, то, ну, ничего хорошего. Как бы, в этом нет и быть не может, потому что, ну, извините, вы не настоящая, как бы, да, и в этом ничего не будет такого, такого, вот, прям, понимаете? Какая штука. Какая штука. Такая вот история. На этом все. Это все, что я хотел вам сказать, вот. У вас есть очень отдельные мысли, у вас есть хорошие, как мне кажется, такие паттерны, у вас есть хороший потенциал, вот. Ну, моя идея заключается в том, что вы несколько категорично мыслите здесь, и моя идея заключается в том, что вы пытаетесь клин-клином, да, то есть вот есть проблема, вы предпочитаете, там, не решать, там, какие-то проблемы, которые у вас есть, а пытаетесь, как бы, у страны взять, там, другое средство. В итоге это порождает еще больше проблем, и вы постепенно-постепенно так-так вы зарываете, вы зарываете все глубже, вот. Поэтому моя идея все-таки заключается в том, чтобы не зарываться, да, а чтобы последовательно решать, ну, ключевые глобальные проблемы. И глобальная проблема одна есть, это ваше отношение к самой себе. Я желаю вам всего доброго. Я надеюсь, что даю вам пищу для размышлений. Вот, надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы сделаете для себя выводы. Надеюсь, что вам будет о чем подумать. Вот, и поразмыслить. Вот, я с твоей стороны буду благодарен вам. Если вы дадите мне отклик на мой ответ, это было бы хорошим началом вашей работы над собой. Всего вам самого доброго. Удачи! Но вам будет карьней!